МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 200 тысяч квадратных метров одеть в асфальт. Дороги наконец-то дождались ремонта. Половодье во дворе жители Малой Куликовки вынуждены несколько лет бороться с подтоплением своих домовладений. Тросна теперь на спорт красна, построенная в рамках реализации федеральной программы спортивная площадка, открыта в районном центре. Проверка фестивалем. Одними из первых в обновленном театре выступили участники фестиваля «Люди». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этих и других событиях мы расскажем вам в ближайшие полчаса. Здравствуйте, это губерния. Итоги недели. Я Сергей Сергеев. С начала апреля в дома Арловчан начала поступать чистая и качественная вода. Многолетнюю проблему решила станция обезжелезивания, расположенная в Орловском районе. 1 июня ее официально открыли. В торжественной церемонии участвовал губернатор Вадим Потомский. Наталья Пехтерева подробнее. Один из самых масштабных и глобальных проектов программы 450-летия расположен в Орловском районе. Это станция обезжелезивания. Объект, который призван решить одну из главных проблем арловчан. Сегодня я вам скажу абсолютно честно. Когда я первый раз прибыл на этот объект, и свидетельствую о том, что в своей жизни построил очень много, у меня были очень большие сомнения, что это вообще возможно будет исправиться. Каких только не провели встречи. Встречи были разные. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, потому что уши торчали негодяев в разных городах, которые часто хотели приложить свою руку. И благодаря определенным переговорам в поддержке Федерального центра правоохранительного блока Орловской области и Центрального аппарата, в том числе и ФСБ России, нам удалось добиться того, чтобы этот объект был построен в рамках тех технических заданий, которые изначально в проекте были заложены. Чтобы никто не попытался сюда запихать экспериментальное китайское оборудование. А здесь стоит то оборудование, которое сегодня работает не только будет в Орловской области, не в городе Орле, но и есть ради субъектов Российской Федерации от наших белорусских партнеров, которые, несмотря на сложную ситуацию, поверили нам. Ни один другой город, ни один другой регион не может похвастаться таким сооружением, а у нас оно есть. Поэтому еще раз от лица жителей города Орла всем огромное спасибо. Я хотел бы поблагодарить губернатора за такой подарок жителям города, потому что он необходим. Я думаю, что это оценят не только сегодняшние жители, но и будущие поколения. Только сегодня на церемонии открытия многие из тех, кто приближали это событие, позволили себе облегченный выдох. Мы это сделали. Здесь на самом деле приходилось применять достаточно жесткие решения, волевые, которые в некоторой степени нестандартные были для Орла. Они и позволили эту станцию достроить. Особенно сложно было со Смоленской строительной компанией. Мы, наверное, про нее забыли. У меня были с ней несколько встреч для того, чтобы выйти текст, что надо с Богом самим отсюда уйти, потому что у нас не было времени с ними судиться, рядиться, назначать новые конкурсы. Это все оттянуло бы еще дальше, и мы однозначно с тем качеством, которое мы сегодня имеем, не вошли бы до 5 августа. А вот если это выйдет после 5 августа, это уже не объем 450-летия. Это совсем другая была бы история. Два с лишним года назад приступивший к работе в Орловской области глава региона Вадим Потомский сказал так, станцию построим. Хотя проблем к тому времени накопилось множество. Напомним, на старте строительства подрядчик решил поменять с белорусского поставщика оборудования на китайского, что противоречило проекту. Затем прокуратура области подняла вопрос о попытке увода бюджетных средств. Чуть больше месяца назад было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Негативные моменты сегодня отошли на второй план. Во время экскурсии гостям рассказывали и показывали возможности уникального сооружения. Эта станция имеет уникальные параметры по эксплуатационным затратам. Я не знаю другой технологии, которая обеспечила минимизацию таких затрат, на частности полеэкроэнергии. Сегодня я считаю, что эта станция позволит самое важное решить вопрос снятия железа. Почему она и называется? Станция безжелезная у нее. И сегодня мы боремся за продолжительность жизни людей, за качество жизни. А вот как раз чистая, хорошая вода, это и есть хорошее здоровье, хорошее качество жизни. Продегустировать только что очищенную воду предлагали всем желающим. Свою оценку дал и Вадим Потомский. Очень нормальная вода. Я думаю, что люди почувствуют разницу. Объективно почувствуют. Уже почувствовали. У нас уже уменьшилось количество обращений и жалоб. У Роспотребнадзора не было за май. Все усилия были брошены под руководством нашего губернатора на то, чтобы эту станцию вовремя сдать, построить. И, как сейчас вы видите, она уже функционирует. Сегодня станция очищает 60% воды, поступающей в водопроводную систему города. Очистку проходит вода с высоким содержанием железа из Южного и Крамского водозаборов. В сутки это 55-60 тысяч кубометров. Глава Роспотребнадзора Геннадий Захарченко уже поставил положительную оценку. Конечно, водоканалу придется еще потрудиться по сетям. Из этого никуда не денемся. Но то, что Вадим Владимирович Потомский, губернатор, добился окончания строительства вот этой станции обезжелезивания. И то, что вот мы сейчас походили, посмотрели, качество воды, которая поступает, и что на выходе, это дорогого стоит. Только благодаря работе правительства Орловской области с профильными министерствами Российской Федерации удалось все денежные средства, которые были изначально предусмотрены на станцию обезжелезивания из федерального бюджета, оставить в Орловской области и построить этот объект. Это большая заслуга. Достаточно сказать, что смертной стоимости 435 миллионов рублей, которая сложилась по итогам завершения строительства монтажных работ, львиная доля финансирования, это все-таки средства федерального бюджета. Также губернатор Вадим Потомский рассказал журналистам о ситуации на ряде других объектов. Основные сложности позади. Все объекты будут запущены. По стадиону сегодня у меня никаких сложностей, то, что мы его сдадим, нет. Единственное, опять-таки, качество, качество и качество. И еще что, стадион мы примем в эксплуатацию, но одно техническое решение, новшество, мы для этого стадиона сделаем. Вот трибуны, те козырьки, которые были спланированы, мы будем менять, потому что они не выдержат никакую нагрузку. Это будет совсем другое конструктивное решение. Оно будет выполнено не в этом году, в 2017 году мы его закладываем. Это просто дополнительно. Если мы делаем объект, мы должны его сделать нормальным, ну, во всех отношениях. Потому что там есть недоработки, проектные, очень серьезные недоработки. Что касается процесса дальнейшего улучшения качества воды, и то он будет продолжен. Инвестиционная программа водоканала на 2016-2022 годы утверждена правительством региона и будет этому способствовать. В детском саду номер 92 в микрорайоне Ботаника отметили Международный день защиты детей. Это еще один юбилейный объект. Современное дошкольное учреждение рассчитано более чем на 300 мест. Андрей Турбин расскажет. В Новой Ботанике этот сад с символическим названием «Надежда» ждали долго. Но ожидание оказалось не напрасным. Словно собранный из детского конструктора, он радует глаз не только своим ярким фасадом, но и светлыми просторными интерьерами. Возведенный в рамках реализации юбилейной программы, этот комплекс стал настоящим украшением нашего города. Это действительно уникальный детский сад, который по вместимости включает в себя три массовых обыкновенных детских сада. Он рассчитан на 320 мест. У нас 18 групповых помещений. Ну, чем похвастаться можем, конечно, это гордость детского сада, наш бассейн, который будет работать в отопительный сезон, с начала нового учебного года. И огромное количество дополнительных помещений. Хореографическая студия, экологическая студия, театральная студия. Дети довольны? Мы рады вдвойне. В день защиты детей новый детский сад принимал гостей. Среди них первые лица города, представители органов власти, руководители структуры образования, строители, журналисты. Поздравления, небольшой концерт и, конечно, подарки малышам стали составляющей праздника. Пользуясь случаем, гости осмотрели все уголки удивительного детского городка. Музыкальные и физкультурные залы, бассейн, творческие студии, компьютерный класс и даже комнату психологической разгрузки. Увиденным остались довольны. Мы очень много сдаем объектов в рамках подготовки к юбилею, но вот этот детский сад пока лучший объект данной программы. Сделано все настолько умно, с душой, что можно только радоваться и сказать огромное спасибо заведующим. Большее чувство, которое я испытываю, это гордость. Гордость за слаженную работу правительства Орловской области. Гордость за мудрость губернатора, что эти деньги были найдены. Что этот детский сад построен дополнительно к программе системы дошкольного образования, создания новых мест в образовательных учреждениях. Поэтому я думаю, что этот детский сад будет эталоном. Это лучший детский садик, на мой взгляд, Центрального федерального округа. Прекрасные помещения, прекрасные условия для детей. Это действительно я радуюсь за детей, радуюсь за родителей, которые получили такой прекрасный подарок. Больше бы таких детских садов, больше бы таких объектов. Благодаря открытию Надежды, проблема с дошкольными учреждениями в Новой Ботанике полностью снята. Возможно, только на время, ведь микрорайон-то растет. Но сегодня родители не нарадуются. Тем более, что школа, которая по соседству, тоже на подходе. Конечно, буря эмоций, потому что ребенку очень нравится в детском саду. Новая мебель, новые красивые помещения, очень хорошее оснащение, красивые площадки просторные. Ребенок идет в школу, ой, извините, я волнуюсь, в детский сад с радостью. Ну и в школу, наверное, будет ходить с радостью, потому что школа, вот она, достраивается. Мы очень надеемся, очень ждем. У меня еще есть старший сын. Очень хотелось бы, чтобы побыстрее. И с 1 сентября мы пошли уже в школу. Губернатор Вадим Потомский проинспектировал ход работ на центральной площади Орла и улице Ленина. Ремонт на объектах строители ведут в усиленном режиме. Площадь Ленина преображается на глазах, одеваясь в гранит. Подрядчики обещают включить усиленный режим и закончить основные работы в середине июля. Сложности все у нас закончились где-то в апреле месяце. С финансированием и с выбором подрядчика по поставке гранита. Сегодня поставщик практически отправил весь гранит. Осталось 5 вагонов. 2 вагона в пути, осталось получить еще 5 вагонов. То есть, по существу, опасений таких больших нет. Вопрос по укладке и погоде. С помощью рабочим и специальная машина. Такую технику для укладки гранита в Орле еще не применяли. Это немецкая машина. Которая просто делает геометрию при укладке, будем так говорить, гранита. Квадрат получается 80 на 120. Так как он прямоугольный и имеет ровные, будем так говорить, грани, в связи с этим ускоряется процесс укладки. Пока что машина в единственном экземпляре. Вторая на подходе. В смену успевают сделать бригады, где-то есть человек 10, успевают сделать 150, ну максимально это 200 квадратов. Почти 75% от общего объема гранита завезено. Его параметры заслуживают отдельного внимания. 200 на 100 на 100. Термообработанный. Морозостойки. Морозостойка где-то больше 50. В принципе, гранит достаточно хороший. Проверим в лаборатории в нашей. Целую неделю по соседству кипит работа. Демонтаж покрытия на улице Ленина практически завершен. Официальный срок сдачи объекта середина июля. Подрядчики обязуются не подвезти. Сегодня представитель компании лично сообщил об этом губернатору. Сложность какие-то есть в чем-то? Нет, пока все нормально. То есть у нас освещение на согласование. Материалы подходят. То есть все по графику. И завод вы свой привезли? Да. Асфальтовый? Асфальтовый, да. Но он мобилизуется сейчас. Ну то есть запускается. Понятно. Настраивайте. Через три дня уже они начнут укладку асфальта. Такие деньги в этом году вкладываются в город Орел. Миллиард рублей в благоустройстве, да и дорожное хозяйство города. Такого не было никогда. Поэтому здесь не надо спешить. Здесь надо сделать главный качество. Потому что начнем спешить, начнем торопиться. Все, где-нибудь обязательно что-нибудь будет сбой. Сбой будет в качестве. Это допускать нельзя. Потому что гарантийные обязательства у подрядчиков очень высокие. От пяти лет. Так что... Но сегодня те темпы, которые я вижу, те подрядчики, которые сюда пришли, их хвалят. Видно, что люди профессионально знают, чем они занимаются. Для них это что-то не новое, это не эксперимент. Все дорожно-строительные работы до завершения будут находиться под жестким контролем. Так же, как и объекты 450-летия. Губернатор Вадим Потомский проинспектировал академический театр. Проблемы здесь появились, как говорится, откуда не ждали. Прилезают такие некоторые подслежники, которые не предусмотрены были в проекте. То есть механизмы для сцены, как вот не докладывалось, 69-го года производства. Естественно, они выработали весь свой ресурс. Сейчас заказали новые эти механизмы и будут собирать их, будут встраивать систему существующую. Они, к сожалению, не нашего, не отечественного производства. Учитывая то, что все оборудование тоже у нас достаточно дорогое, новое. Поэтому надо будет подождать до двух недель эти механизмы, чтобы их установили, наладили, настроили. Планируется, что академический театр будет сдан в конце июня. Работа по восстановлению дорожного полотна закипела не только в городе, но и в области. В течение месяца планируют восстановить 200 тысяч квадратных метров региональных дорог. Ремонт пройдет в пяти районах в списке 14 участков. О первых этапах расскажет Ксения Туркова. Техника хорошая, бригада нормальная. Все люди ответственные. В собственных силах бригада не сомневается. Только бы погода, говорят дорожники, делу не мешала. На ближайший месяц работы предстоит выполнить много. К празднованию 450-летия «Орла» необходимо восстановить более 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На эти цели из Дорожного фонда области выделено 111 миллионов рублей. Параллельно работы производства в данный момент на автодороге «Орелка» от Лаврова-Редькина. Там работает другая бригада. На том участке уже сделали около двух километров покрытия. За работу взялись на минувшей неделе. В очереди на восстановление подъездные пути к городу. Ремонт пройдет в пяти районах области. В пятницу технику пригнали на участок дороги направления «Орел-Ефремов». Протяженность ремонтного участка составляет 3,5 километра ориентировочно. Также после этих работ здесь будет нанесена разметка и укреплены обочины щебня. Укладка асфальта происходит ежедневно. На участках параллельно работают две бригады. В каждой по 10 человек. Рабочи все опытные, все машинисты, кроме четырех дорожных рабочих. Плюсом порядка 10 самосвалов в каждой бригаде. Поставка асфальта на эти участки идет с трех заводов. Искром, Глазуновки и Орла. По словам подрядчика, понимание со всеми взаимодействующими службами найдено. «С его заказчиком мы тесно работаем, тесно работаем с органами ЕБДД. Точно никаких проблем нет». Работы на региональных дорогах, всего, значит, со 14 участков, планируют завершить до 15 июля. После чего новое покрытие проверят на качество. Его соблюдение под личный контроль взял глава региона. Мы продолжаем это «Губерния. Итоги недели». С носом дома по гостиной 1 в Орле, похоже, поставлена точка в многострадальной истории, теперь уже бывшего архитектурного памятника. В ночь с 27 на 28 мая сюда подогнали спецтехнику. И уже на следующий день от пришедшего в крайнюю веткость объекта культурного наследия остались только воспоминания до груда кирпичей. Напомним, что здание, признанное памятником, было продано в частные руки вместе с охранными обязательствами. Возникла странная ситуация, когда все понимают, что с руинами в центре города надо что-то решать, но как при этом не тронуть сам культурный объект – большая загадка. «Всем понятно, что находящийся в центре города дом находится в аварийном состоянии. И то состояние, которое мы наблюдаем, оно представляет угрозу для жизни, здоровья, имущества граждан. И в лучшем случае оно не сегодня завтра обрушится, а в худшем случае это может привести к какой-то более серьезной трагедии. И, конечно, этот вопрос уже давно должен был бы быть решен. Я понимаю, что этот вопрос неоднозначный, потому что разделилась общественность в городе на два таких небольших лагеря с двумя мнениями. Мнение одних, что это здание нужно оставить в таком виде, в каком оно есть, и его восстановить. И второе мнение, что его нужно реконструировать, или практически построить новое здание на месте старого по проекту 19 века нашего известного архитектора Тима Бриньоли. Поскольку сохранить то, что осталось, не представлялось возможным, возобладало мнение строить по-новому. Собственник представил эскиз реконструкции и было обещано, что к 2017 году она будет проведена. Прокуратура заводского района заявила о том, что 4 апреля с ней была согласована подготовка строительной площадки под воссоздание объекта. Правда, при этом какие-либо разрешительные документы на снос здания собственнику не выдавались. Снос строения всколыхнул благосферу. При этом мнения горожан, как это часто бывает, разошлись. Одни считают, что здание надо было сохранять, другие не жалеют о такой утрате и ждут появления на этом месте дома, органично вписывающегося в архитектурный облик города. Цитата. «Наконец-то эту рухлядь этот позор снесли. Давно пора было это сделать». Ситуацию вокруг сноса прокомментировал на аппаратном совещании в администрации области Александр Бударин. «Большое внимание, я посмотрел благосферийное в интернете, посвящено вопросу начала реконструкции гостиной Дома-1. То есть я хочу сказать, что эта работа ведется. И по заверению компетентных людей, как мне сказали, что все разрешения сделаны правильно, в установленном порядке. И я надеюсь, что мы будем воссоздавать здание на месте, которое сегодня представляет собой, и получим хорошее новое здание в стиле того же архитектора Тибо Бриоля». Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области уверяет общественность, что все необходимые документы по расчистке места для воссоздания дома в стиле 19 века имеются. Жители коттеджного поселка Малая Куликовка уже не первый год утопают в воде. Виной всему грунтовые воды, близко расположенные к поверхности. Своего рода водоем посреди улицы сохраняется почти круглый год. Обострели проблему, прошедшую недавно ливни. Ситуацией разбирался Андрей Деркач. Жительница Малой Куликовки Неля Мельникова резиновые сапоги не снимает даже в ясную погоду. Чтобы навестить соседей, ей приходится преодолевать водную преграду. Погода также способствует регулярному пополнению местного бассейна. Из-за частых дождей многим приходится применять насосы для откачки воды. У нас по весне мы даже заехать в дом не можем за ворота, потому что вода, грязь. Мы ставим машину. Хотя за это, за все как бы уплочены деньги уже. Покупка участка в Малой Куликовке обошлась домовладельцам в немалую сумму. Мы купили участок за 500 тысяч. Оказывается, они были бесплатные уже. Здесь вот был подвох. И 280 вернули, 220 осталось на коммуникацию. А, осталось на коммуникацию. Да. Они сказали, что мы вам проложим здесь асфальт, сделаем канализацию центральную. Даже в договоре так написано, что центральная канализация, но, к сожалению, ничего нет. Местные говорят, им никто не сказал, что здесь грунтовые воды залегают близко к поверхности. Сполна эту проблему на себе ощутила Елена Черенгарян. Продолжить строительство дома она не может из-за скопившейся воды в подвале. Люди построились. Кто-то там асфальтик, кто-то, ну, дома. Все это стало мешать. И она стала вот здесь вот скапливаться. Ей некуда стало уходить, понимаете. Она вот оттуда вот все бежит, а она здесь просто скапливается. Когда она не скапливалась, ни в подвале не было воды. Везде было сухо. Выполнить все свои обязательства перед жильцами ипотечная компания должна была к 2011 году. Сделав часть обещанного, а именно положив по периметру Малой Куликовки асфальт, она передала все обязательства по дальнейшему благоустройству в ведении местной администрации. Там же нам пояснили, что ждут коллективного обращения куликовцев, которые смогут перенаправить в районную администрацию. Если, допустим, к нам поступят деньги с района, мы можем организовать работу по подсыпке этой дороги. Мы сделаем дорогу. Подсыпки чем? Щебенкой. Щебенкой. Ну, чем еще мы можем? Потому что 180 тысяч, которые заложены в бюджет наше поселение, их не хватает совершенно. К другим темам. Орловская область отметит 120-летний юбилей Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, старейшей в России. Торжества пройдут с 28 по 30 июня 2016 года. В работе Международного форума примут участие представители Минсельхоза крупнейших производственных предприятий, в том числе зарубежных. Подробности обсуждали в понедельник на парадном совещании. Шатиловская опытная станция, история которой началась еще в 19 веке в ожидании крупнейшего аграрного события. Дискуссионная площадка и выставка достижений вновь станет местом встречи лучших теоретиков и практиков со всей страны. Подготовка к проведению праздничных мероприятий, посвященных 120-летию станции, идет полным ходом. Об Орловском аграрном форуме 2016, который станет значимым событием для всего округа, речь шла на аппаратном совещании в администрации региона. Меньше месяца, 28 числа открытия, счет пошел на дни. Значение Шатиловской станции для Орловской области, может быть, многие недооценивают или недопонимают. Для этого нужно максимально разъяснить людям, что мы обладаем такой жемчужиной. Есть что показать, и то, что в числе приглашенных, уже подтвердивших желание участвовать в нас ведущие специалисты в рамке академиков, докторов наук. 15 академиков в рамках. День поля, который проводится здесь ежегодно, собирают множество участников и гостей. Напомним, минувший 2015-й не стал исключением. Это реальная возможность рассмотреть уникальные идеи и достижения в растениеводстве. Говорили тогда участники, организаторы и гости форума. Это связь науки и производства. То есть, начиная от селян простых и кончая академикам. Когда мы работаем, когда мы собираемся с таким мощным коллективом, никто не может нам угрожать какими-то санкциями. Мы в состоянии прокормить свой народ, свою землю, обеспечить необходимым продовольствием свои вооруженные силы для защиты наших границ. А если надо, и помочь другим странам в мире. Потому что Россия всегда всем помогала. Зампред Дмитрий Бутусов рассказал об особенностях Дня поля 2016. В юбилейном году впервые мероприятия будут проходить в формате Международного аграрного форума Шатилова. Он призван занять достойное место среди отраслевых мероприятий России, говорят в правительстве. Создан организационный комитет, в который также вошли представители всех ветвей власти и представители бизнеса. В настоящее время уже работает официальный сайт. 28-го у нас запланирована международная конференция. На сегодняшний день подтверждено участие представителей более 40 научно-исследовательских институтов со всей России. 29-го июня Орловский день поля ярмарка сортов в гибридах традиционно пройдет на полях Шатиловской станции. На международные аграрные мероприятия приглашены представители АПК и науки Беларуси, Казахстана, Молдовы, Израиля. В Тростне открылся новый объект – спортивная площадка. Она была построена в рамках реализации федеральной программы устойчивого развития сельских территорий. Сергей Быковский расскажет подробнее. Пока здесь никто ни во что не играет и не соревнуется. Подсчет голов не ведется. Никто не хвалит, а счет очкам идет не спортивный, а государственного значения. Лишь в тростнянском масштабе. На митинге, посвященном вводу в эксплуатацию нового объекта для местной спортивной молодежи, говорили даже об этом. Хотелось бы, чтобы выросли здоровыми, умными, образованными. Потому что мы должны вам будем передать эту страну. А сегодня есть много людей, которые готовы побороться с нами и с вашими родителями и педагогами за ваши умы, за ваши сердца. Эта многофункциональная площадка для тростной уже вторая. Она не последняя. У нас в этом году будет еще одна площадка, такого же типа, Селениковская. И тростная подтверждает имидж одного из самых спортивных центров нашего региона. Протокол этого официального мероприятия предполагал торжественное передизание ленточки. Хотя в следующий раз, конечно, ее будут разрывать спортсмены где-нибудь над финишной чертой. Потом на поле снова никто не медлился с Силушкой и не бил пенальти. Зато был музыкальный номер воспитанников детской школы искусств и показательное выступление каратистов из центра Багира. Кстати, руководитель этого центра ответил нам на восклицание. Вход на площадку будет-то под замком. Открывать, говорит, стану по расписанию. Ребята будут заниматься здесь легкой атлетикой, волейболом, теннисом большим, конечно же, футболом. То есть площадка пустовать не будет, это однозначно. Каждый день, начиная где-то с 12 дня, у нас будет площадка работать до 9 вечера. Почти 4 миллиона стоит вот этот вот новый стадион. И губернатор ставит задачу так, чтобы мы смогли сделать в каждом населенном пункте практически такое плоскостное сооружение. Смотрите, как радуются дети. Чуть позже почетному гостю праздника Александру Бударину показали место, где тренируются совсем юные спортсмены тростные. Это зал местного детского сада. Сад два года назад отремонтировали с помощью знаменского СГЦ, превратив в образцово-показательный. А залы здесь не только спортивные, разные. Например, в этом детвору учат правилам движения. Движение в давно выбранном для тростной направлении. Верно. В Орле прошли финальные игры второго этапа всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Отборочные матчи 52-го сезона турнира стартовали еще в апреле. В них приняли участие команды из 192 школ области. Сильнейшие из них вышли в региональный финал. Далее с подробностями Андрей Зеркач. Уже не первый год в День защиты детей на стадионе Ленина собираются юные футболисты и болельщики. Поприветствовать участников спортивного праздника прибыли первые лица региона. Спорт – это сила. Спорт – это здоровье. Спорт – это победа. И сегодня я всю молодежь Орловской области призываю заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Это действительно, когда будет здоровая молодежь, у нас будет здоровая и сильная Россия. Разрешите поздравить вас с этим светлым праздником, Международным Днем защиты детей. Этот праздник не только для детей, но и для взрослых. Потому что они должны обратить внимание на то, что нужно защищать право ребенка, чтобы ребенок мог учиться, чтобы мог заниматься спортом. В 2014 году старейший детско-юношеский турнир отпраздновал полвека со дня основания. Традиционно всероссийские футбольные баталии проходят в четыре этапа. До финальной части регионального отбора дошли 8 команд из Орла и области. Все предварительные матчи уже прошли и сегодня, будем так говорить, в финальной стадии будут команды бороться за первое место и за третье призовое. То есть по принципу, по олимпийской системе. В финале боролись за первое место Орловская команда 37-й школы и Ливенская гидромашина. Победу, встреча и право представлять регион одержали орловчане. Теперь им предстоит участие в финале ЦФО, который пройдет в Воронеже и Смоленске, где ребята будут сражаться с лучшими командами регионов за выход во всероссийский финал турнира «Кожаный мяч», главным призом которого станет поездка на матч сборной России. 1 июня в Орле в обновленном театре «Свободное пространство» стартовал шестой международный фестиваль камерных и моноспектаклей «Люди». В течение нескольких дней спектакли пройдут на шести площадках города. Председателем жюри стал журналист и театральный критик Владимир Спешков. Его самого и его коллег представили на церемонии открытия фестиваля. Долгожданная встреча. Эту фразу говорили все. Люди снова в Орле. На площадке перед свободным пространством «Аншлаг». Праздник театра и видно, и слышно было издалека. Это возвращение после перерыва. В 2015 году праздник не проводился. Как и было обещано, фестиваль открыт в обновленном театре. Два года первую скрипку на подмостках «Свободного пространства» играли не актеры, а строители. Реконструкция театра началась в 2014 году. Точка еще не поставлена. Официальное праздничное открытие впереди. Сегодня здесь побывал губернатор. Он сам посмотрел состояние. Мы принимаем сегодня фестиваль. При том, что окончательный фактический акт о вводе театра будет подписан в течение ближайших 2-3 дней. Этот вопрос носит технический характер. Но вы сегодня сумеете убедиться о том, что работу, которую сделали строители, они постарались сделать доброзольственной. Так, как должны делать для своего собственного театра. Уже чувствуется начало праздника. Очень так зажигательно. Оркестр, дети на ходулях такие огромные. Я вообще первый раз здесь. Я до ремонта не была, но мне очень нравится. Это очень важно, чтобы искусство поддерживалось в нашей стране и конкретно даже в нашем городе, потому что это важная часть воспитания общества. Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «Люди» проходит с 1 по 7 июня. Впереди яркие постановки, новые впечатления и открытия. Хочу сказать, что то, что вы видите за моей спиной, это декорация и завершение работы в Волгоградской церкви. Хочу приветствовать участников, гостей, в первую очередь зрителей Шесткового международного фестиваля «Люди в Орле». Фестиваль набирает свой темп, фестиваль становится заметившим явлением театральной жизни не только Орла, но и сегодня это уже можно говорить об общероссийском как минимум уровне. Мы этот фестиваль один год пропустили и решили, что обязательно в этом году надо проводить, чтобы как бы с нами не здесь училось. И была такая альтернатива проводить, не проводить, как бы вот мы говорили, провести. Я думаю, что мы правильно сделали, и чем больше праздников в нашей жизни будет, тем интенсивнее мы сможем поработать в будние дни. Нам, наверное, я вспоминаю, что Уинхаузен придумал, да, 32 мая. Если бы 32 мая было, то не может быть нам. Сегодня у нас вот такое, почти 32 мая, сегодня у нас генеральная репетиция. Действительно, все должны понимать, что вы первый раз на сцене. Первыми проверяли возможности нового оборудования гости. Конкурсную программу фестиваля открыл спектакль Академического театра драмы из Липецка. Это психоутопия по пьесе известного болгарского драматурга Христо Бойчева «Полковник Птица». Орловчанам представится возможность познакомиться с творчеством режиссеров, актеров и авторов из Израиля, Италии, Греции, Польши, Литвы, Украины, Белоруссии и США. В афише спектакли разных жанров и стилей. Как говорится, лучше один раз увидеть. На этом у нас все. Ровно через неделю с вами снова программа «Губерния. Итоги недели» на телеканале «Первый областной». С вами был Сергей Сергеев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова